Нормально. Нам нужно на эту гору забраться. Мы за ручки. В общем, альпинисты. Мы в стремлениях и движемся к водоему. Блин, блин. Тут с ручками не получится. Тут как бы не скатиться вниз. Альпинисты в деле. Капец. Тут уже лучше дальше. У тебя как будто капроновые носки. Выжить любой ценой. Продолжение. Блин, я уже мокрая. Везде и вся. Да ладно. Жарко же на улице. Вдруг не все узнают, что я вспотнула во всех нужных и ненужных местах. Короче, мы с зайцами перебегаем. Только куда нам идти? Нам, короче, аж до туда идти, вон там пройти надо. Значит, здесь идем. 227 рублей на один билет. Какая-то фигня. Мы раньше ездили в Белопесоцк. Брали один билет туда. Здесь уже, когда доступно доезжали, мы покупали просто вот в таком автомате. Типа обратный билет тоже копейки стоил. Но так же, как и туда мы доезжали. Сейчас какие-то новые правила. Сказали, что 227 рублей один билет. То есть дешевле было бы даже у него взять. Он сказал, типа 100 с чем-то там с копейками один билет стоит. А так получается кассовый сбор там 227. В итоге реально? Я вообще... Сколько мы в прошлом году ездили? Никогда такой фигни не было. И вот мы с палатками ездили. Мы же тоже приезжали сюда. То есть мы не знаем, когда мы обратный билет возьмем. Там, оказывается, есть касса. Я эту кассу ни в каких там чагирях не видела. Короче, капец. Теперь мы... Лягушки-путешественница. Меня не пустили там через верх. Меня пустили там тонарядки. Короче, да. У нас есть через верх. Можно перелезть. Но там высота и опасная. Так как у нас некоторые... Тонарядки опасны. Ну, да. Иди сюда. Короче, страшно. Ты там копейки потерялся. Что-нибудь найдешь, заработаешь. О, этот пиздец просто. Нам на этой станции показала автомат, что мы должны были заплатить около 500 рублей. То есть мы проехали две остановки буквально. Даже какие две? Одну, да? Ну, грубо говоря, мы на одной сели. И через одну нам вставать. Ну, и в итоге вот такие вот дела. Теперь мы идем не только по чагирям. А у нас мозоли уже на всех пятках, на всех ногах. Это капец просто. Едет этот пуль. Давай быстро. Давай, давай, давай. Давай, быстрее. Я просигналил. Я помахала вам так. Давай, давай. О, это мы как Ланя загнаны. Я уже расстрелилась. Расстрелилась. Проснулась я такая сегодня. И смотрю на себя. Выгляжу я не очень. Ну, и буду кушать свою невкусную еду. А вообще мое утро начинается именно так. Когда у тебя есть два кота, как бы это неизбежно. И когда у тебя есть светлые полы. У нас один кот короткошерстный, и его шерсть не особо видна. Второе чудо у нас как бы с длинной шерстью. И это просто капец. Я не знаю, что с этим делать. Может быть, кто знает, подскажите. Но моя постель. Вот она, моя любимая. Она чаще всего выглядит как Йети. И я не знаю, что с этим делать. Вернее, я делаю что-то с этим. У нас липкая лента есть, которая одежду чистит. Использую очень часто, чтобы вы понимали. Практически каждый день. И этой лентой просто не напасешься. Так что всем утро доброе. А еще каждое утро нужно привести в порядок туалеты. Если они не в порядке, то котики могут писать и как-то где хотят. Например. Ой, как вкусно, да? Ой, вкусно, ой, вкусно. А еще нужно покормить эти жопы. Ой, как вкусно. Ой, как вкусно, 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 вкусно. Вымыть эти миски. Потом вымыть те миски. А еще водички прохладненькие. Кстати, вода стоит для котов на тушенке. Выжигаемся на шашлын-бас. Мы, кстати, как в поход собрались. А? Ну, не знаю. Смачно. Успела. Сними наши вторые подбородки. Та-ра-ра-ра-ра-ра. Там что-то летало, кстати. Экшн. Экшн. О-хри-не-ть. Идет дождь. Кла-а-а-а. Люди первый раз радуги. Сейчас я вам покажу лавку. Удобно? Блин, детка. Это лавка для... Это там. А может, это не лавка, а прилавка? Знаете, вот этих людей, которые... Какие-нибудь люди, неважно. Охранники чаще всего. Вот я сейчас в пятерочке покупала арбузик. И он идет впереди тебя. И просто никуда не спешит. А ты с этим тяжелым арбузом или сумками тащишься. И всем похуй. Никто даже не оборачивается. Ну, люди тут ходят. Как бы проходной двор. Само собой, разумеется, кому-то ты можешь помешать. Всем насрать. А потом еще перед тобой закрываются все время двери. Вот такой, кстати, арбузик. Стоит 350 рублей на минуточку. Дороговато. Красота. Солина. Я не знаю, заметно или нет, но тучи двигаются друг к дружке навстречу просто. Я такое вижу первый раз. И вот эта туча двигается на нас. Субтитры сделал DimaTorzok